Здравствуйте, с вами Радомир Кузьменко и канал Сокровища Черногории. Сегодня я хотел бы ответить на часто задаваемый мне вопрос в мессенджерах. Сейчас очень много айтишников пытается перебраться в Черногорию. И меня спрашивают, как здесь обстоят дела с криптовалютой. Я могу сказать так, что в Черногории сейчас официально никак не регулируется хождение криптовалюты, операции с ними. Поэтому это все на таком частном уровне. Значит, если вы хотите продать криптовалюту в Черногории, у вас есть несколько путей. Первый вариант самый доступный, но ограничен тем, что количество суммы довольно небольшие. Это вариант P2P, то есть вариант между людьми. Люди ищут, кто-то покупает, кто-то продает и на частном порядке можно договориться. Но я обычно видел, что суммы до пары тысяч евро. То есть, если у вас там цена вопроса этого 50 тысяч евро или больше, то, конечно, такой вариант вас вряд ли устроит. Следующий вариант можно обменять в официальных обменниках. Сейчас на территории Боснии, Герцеговины и Республики Сербия действуют официальные законы, и можно в обменниках обменять вашу криптовалюту на наличные деньги. После чего, при помощи декларации, если у вас сумма больше 10 тысяч евро, но меньше 100 тысяч евро, вы спокойно по красному коридору, задекларировав эту сумму, провозите эти деньги в Черногорию. Если сумма больше 100 тысяч евро, тогда от вас могут потребовать определенные документы, подтверждение этих средств. Я просто не слышал и не сталкивался лично, не слышал ни от кого, кто-то ввозил ли больше 100 тысяч евро после обмена. И вполне возможно, что подтверждением будет достаточно бумага от официального обменника, что вы поменяли свою криптовалюту. Вот. Вариант хороший, но есть нюанс, что эти официальные обменники находятся довольно далеко территориально от Черногории. Далеко, я имею в виду, около 400 километров, километров и даже больше. Учитывая, что это в одну сторону, в две стороны, и скорость по дорогам Балкан в среднем около 50 километров в час, то вы представляете, сколько времени займет эта поездка съездить, обменять деньги. Но, как говорится, почему бы, да, если сумма крупная, вы хотите все это официально сделать. Есть еще вариант обменять деньги в неофициальных обменниках, например, в Албании. Туда ехать гораздо ближе, но, соответственно, определенный риск тоже имеется. Вы понимаете, обменник неофициальный, Албания, другая страна, язык вы не знаете, могут возникнуть разные нюансы. Есть еще варианты, как прогоняют деньги через А2 кэш. Ну, мне кажется, что это уже каждый решает для себя, надо ли такие сложности устраивать, терять столько процентов при переводе. Ну, тут уже дело хозяйское. Поэтому, если у вас сумма в крипте не очень большая, то, как я говорю, проще тут на месте с людьми договариваться и обменивать. Если сумма крупная, возможны обмены через обменники в соседних странах. Вот, я надеюсь, ответил на данный вопрос. А, единственное, что еще добавлю, если вы хотите поменять валюту, крупную сумму валюты для покупки недвижимости, есть еще один вариант. На территории Черногории есть хозяева, которые продают свои объекты недвижимости за криптовалюту. Поэтому, как вариант, можно сразу, избежав вот этих процедур обмена денег и всех сложностей, сразу приобрести недвижимость за криптовалюту. И единственное просто напоминание в данной ситуации, храните вашу криптовалюту на холодных кошельках. На этом у меня сегодня все. Будьте здоровы, до новых встреч, берегите себя. Субтитры создавал DimaTorzok